Олеся Марченко уже привыкла к тому, что во дворе ее дома неизменно встречают коты – Алиса и Валерка. В рабочее время – специалист по кадрам Брестского предприятия, а в остальное девушка успевает заниматься не только семьей. Под ее опекой два домашних кота и еще два уличных. Это наша красота. Она живет у нас во дворе уже второй год. Очень хотим найти ей хозяина. Она у нас очень любит мужчин. Просто готова сидеть у них на руках. Не знаю почему, видимо, когда-то у нее был свой дом, и хозяином был мужчина, который ее любил. Не знаю почему, но вот она очутилась на улице. Она стерилизована, полностью готова к переезду. Все, что появляются животные, мы стараемся пристроить. Сразу стерилизуем, кастрируем. Все наши животные ухожены, имеют прививочки. Правда, Алиска? К увлечению Олеси с пониманием относятся и жильцы дома. Неудивительно, ведь раньше во дворе было множество бездомных котов, и всем с ее легкой руки удалось найти хозяев. А еще, когда потребовалась помощь искусанному собаками дворовому коту, Олеся бросила клич в Айбере, и люди моментально отозвались. Бедолагу удалось спасти, но самое главное, чтобы сами люди не становились причиной страданий животных. Нельзя, ни в коем случае нельзя. Если взяли, тогда терпите. Если нет, отдайте. Очень хорошо, когда люди берут домой бродячих котов. Они спасают им жизнь. А взамен они, получаясь от кота, ласку его, он подходит к ним и начинает мурлыкать, лизать их. О том, что коты умеют быть благодарными, знает как никто и сама Олеся. Ведь оба ее питомца – инвалиды, которые были подобраны с улицы. Мишку мы забрали, его принесли, чтобы усыпить, потому что он был у нас весь переломанный. Вот, мы его забрали себе. Решили дать ему шанс на счастливую, долгую, сытую жизнь. Бонечку нашел мой муж. Нашел мой муж, было очень холодно. Он шел на работу и увидел котенка, сидящего в луже. Он не видел, у него были залеплены глазки, носик был весь в гною. Котик просто сидел и стошно орал. Его стало очень жалко, он позвонил мне, говорит, давай возьмем этого котика. Теперь оба питомца радостно встречают хозяев у двери. Они сыты и счастливы, имеют внушительный вес и не только. У каждого, как и положено, есть все необходимые документы. И даже специальные медальоны с метрикой и номером телефона хозяйки. На случай, если животные потеряются. Первым делом ты заводишь животное или берешь его с улицы. Ты должен завести его в ветклинику. В ветклинике заводится карточка. Вот у нас карточка на одного кота, на другого. Делаются прививки. То есть, вот, выдается ветеринарный паспорт. Прививки от бешенства, то есть, от инфекции. Ставятся чипы. Мы очень надеемся, что среди наших телезрителей есть будущая хозяева Алисы и Валерки. Животное хорошо ладит с людьми, прошли все необходимые ветеринарные процедуры и полностью готовы к переезду. Звоните по номеру телефона, который вы видите на экране. И пушистый друг очень скоро подарит вам свое тепло.